Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Вот и наступил экватор весеннего сезона, а пора выходить в парки на набережную, осваивать ходьбу и бег трусцой. Самые доступные виды спорта. Я думаю, кроссовки, шорты и футболки есть у каждого самарца в гардеробе. Как правильно тренироваться и какие соревнования ждут любителей здорового образа жизни в областной столице, мастеру спорта расскажут. Сергей Четверяков, заместитель и руководитель департамента физкультуры и спорта администрации городского округа Самара. И Сергей Каргин, председатель федерации легкой атлетики городского округа Самара. Здравствуйте! Здравствуйте! Мероприятие у нас проводится в соответствии с календарным планом. И на 2017 год по легкой атлетике запланирована большая серия мероприятий и различных соревнований. Соревнований как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Ближайшее, что нас ждет, это ко дню России будет проведен фестиваль бега королевы спорта. Особенностью этого фестиваля является забег на 1586 метров, самарская миля такая условная. Проходить она будет на территории второй очереди набережной. Также одно из самых больших событий, которое ждет летом самарцев, это проведение первого самарского легкоатлетического марафона. Мы проводим его впервые, приглашаем очень много гостей, является кандидатом на включение в национальное беговое движение. Где марафон будет проходить? Марафон также будет проходить на второй очереди набережной. И это одна тоже одна из таких изюминок марафона, когда вдоль набережной спортсмены любуются, бегут вдоль реки Волга, наслаждаются красотой нашего города. И также запланировано проведение городского забега, легкоатлетического забега, посвященного Дню Народного Единства. Но это в ноябре. И совсем недавно, вот у нас очень удачно мы открыли легкоатлетический сезон, 9 апреля был городской легкоатлетический забег, посвященный Дню Космонавтики, космический забег так называемый, в котором приняло участие более 600 спортсменов из 29 регионов. Очень на хорошем уровне прошло мероприятие. Кто придумал, кстати? Придумали мероприятие. Такое красивое название и такое мероприятие. Мероприятие состоялось благодаря инициативным людям, которые появились в нашем городе. Это и Федерация легкой атлетики Сергей Константинович, областная Федерация легкой атлетики Александр Иосифович Казмирчук, школа бега, ран-студио Антон Сирота, вот, наверное, благодаря этим людям, которые возрождают бег, объединяют любителей бега нашего города. Но Департамент спорта только рад таким, появлению таких энтузиастов и всегда готов им помогать. 28 апреля у нас традиционная эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. Легкоатлетическая эстафета. Она у нас состоится в парке Гагарина, у нас в связи с ремонтом на Абережной. Вот, состоится в парке Гагарина. Состав участников будет, он традиционный, общая образовательная школа, по три школы от района стартуют, вузы и среднеспециальные учебные заведения. То есть, состав, то есть, порядка 500 человек всегда в этой эстафете принимают участие. Это мероприятие у нас действительно традиционное, оно, в общем-то, ни разу еще не было такого, что в этом мероприятии... Да, ни разу не пропускали, а уже много-много-много лет проходит. Популярное. А что касается пробега, посвященной Дню Космонавтики, конечно, здесь большая заслуга Антона Сирота, клуба бега РАН-студио, которые провели инициативу и взяли на себя общее проведение этого пробега, поскольку это организация, которая специализируется на проведении таких пробегов, и провели они очень профессионально, грамотно, то есть, так, как действительно должно проходить это мероприятие. Просто я хочу сказать, что у нас сейчас таких школ бега, достаточно много сейчас появляется на территории России, у нас в Самаре появляются школы бега. Но это неплохое явление, оно, в общем-то, рассчитано больше на взрослое население. То есть, люди хотят просто научиться бегать, у них есть специалисты определенные. Да, вот вопрос у меня как раз возникает, кто тренеры? Ну, тренеры у них в основном это бывшие спортсмены, легкоатлеты, которые... Знают, как бежать, да? Да, они, в общем-то, с ними нянчатся, они с ними бегают, вплоть до того, что они всю дистанцию с ними пробегают в том темпе, который им удобно. Для взрослых, людей, которые хотят научиться бегать, в общем-то, это неплохо, они за ними следят. Для детского спорта, что нам интересно, как федерация легкой атлетики, конечно, это мероприятие, нам больше интересны массовые такие мероприятия, как эстафеты, где участвует больше школьников. Даже нормативы ГТО, да, прием нормативов, нас больше даже интересует в этом плане, поскольку там легкая атлетика присутствует в полном объеме, метания и прыжки, и бег. Нам это интересно для набора участников, занимающихся детей, в общем-то, спортивной школы. Вот. А так, конечно, это очень массовое событие. Я сейчас вообще в Самаре начал бег любительский, в общем-то, какое-то зарождение любительского бега. А чем можно объяснить? Вы знаете, наверное, время пришло. У нас было, по сравнению с Тольятти, мы очень слабо развивались. Во-первых, у нас не было, ну, сейчас мало мест для того, чтобы заниматься бегом, на самом деле. То есть где-то сейчас находится, вот сейчас где-то по Новосадовой появились места, где можно бежать. То есть сейчас по набережной появились места. Людям нужно где-то выйти и действительно побегать. Эти пробеги, ну, оказывается, у нас много людей, которые хотят заниматься. С каждым разом все больше. И нет, как бы, никто не гонит людей. Они сами заявляются, сами заявляют желание. Какие-то короткие такие рекомендации для начинающих легкоатлетов? Какие? С чего надо начать и как постепенно? Ну, короткие рекомендации, конечно, здесь очень сложно дать. Я по поводу детей, допустим, 9-10-летнего возраста, конечно, я рекомендую обратиться к специалистам в детские спортивные школы, где работают. Чтобы родители отвели, да? Да. Там профессиональные все-таки работники. Они аттестованы, они имеют, к сожалению, в этих клубах, которые бегают, не всегда работники имеют нужное образование. Ну, может быть, оно достаточно для взрослых людей, но для детей все-таки требования очень высокие. Вот. Ну, а основное, это, конечно, я сталкивался с тем, что мы принимаем нормы ГТО. Сталкиваемся с тем, что иногда люди бегут, допустим, 2 километра и не знают. Я спрашиваю, построил, вы бежали когда-нибудь? Кто не бежал? Поднимите руку. Поднимают руку половина. То есть для начала, конечно, если вы хотите бежать, вам хотя бы пешком надо, шагом пройти эту дистанцию, попробовать. Пробежать трусцой или сколько вы пробежите в определенном темпе при... Ну, и чтобы запомнили, это в любом фитнесе есть такая, в общем, тема, что пульс не должен превышать 220 минус возраст. Желательно пульс проверять. Не надо давать нагрузку больше, чем положено. Это самое главное, чтобы лучше не добегать, чем перебегать. И в какой-то степени, может быть, лучше даже хорошая ходьба, лучше плохого бега. То есть все равно надо как-то себя беречь и сдерживать. Постепенно результата больше добьешься. Ну, и о призах. Всегда же бегут не только ради пробежать дистанцию. Какие призы на соревнованиях федерация готовит? Ну, понимаете, опять же, призы – это профессиональные спортсмены. Это профессиональный спорт. У нас профессиональных забегов пока еще, вот, может быть, этот марафон зарождается. Да, мы сейчас ведем переговоры с главой нашего города о том, чтобы этот первый самарский легкоатлетический марафон прошел под, ну, под таком патронажем главы города. Вот, если добьемся такого результата, то, я думаю, будут и призы хорошие, и спонсоры появятся. Как и на космическом забеге, каждый спортсмен получил медаль финишера, которая была такая стилистически красивая. Очень сделано много спонсоров, которые предоставляли скидки и в спортивные магазины, и на покупку спортивной атрибутики, спортивных товаров. В общем, спонсоры охотно идут на такие мероприятия, поэтому и на марафон, и на забег, посвященный Дню народного единства, я думаю, тоже любители спорта не разочаруются призами. Ну, особенно приятно, когда люди пробегают, вы видели, наверное, пробеги, они действительно поднимали руки вверх, они преодолели. То есть, вот именно... Ну, это главный результат. Да, возможность преодолеть. Я думаю, что больше половины, да, пробегают дистанцию для того, чтобы себя преодолеть. Ну, ради призов это... Ну, видели, что есть более профессионально подготовленные, они действительно за призы бьются. А есть люди, которые, основная масса, которые себя преодолевают. Бежит для здоровья. Ну, это, наверное, главный итог, что люди бегут не за что-то, а для того, чтобы преодолеть себя и одержать вот эту победу, получить знак того, что ты смог, сумел. Это была «Легкая атлетика» на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08. Или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи.